Запишем. Здравствуйте. С вами Сергей Гудков, психотерапевт и семейный консультант. Сейчас я хочу поговорить немного о психотерапии. Что это такое, какие уровни психотерапии есть. Так, давайте обратимся к схеме. Посмотрим. Вот когда человек приходит с проблемой, что-то не так, чего-то не хватает, или наоборот, чего-то слишком много, есть первый, самый простой уровень. Это уровень симптомов. И любая психотерапия, психологическое консультирование, прежде всего, должно убрать, справиться с симптомом и решить ту проблему, с которой человек и семья пришли. Есть более глубокий уровень. Он не всегда виден, но он находится, можно сказать, немножко под поверхностью. Но он заключается в том, что когда человек решает какую-то проблему, он учится, он учится вообще решать проблемы, как класс. Он становится более адаптированным в жизни. Он учится использовать свои ресурсы. Человек или, допустим, семья как система, использовать тогда ресурсы семейной системы для того, чтобы в целом быть более устойчивыми к каким-то жизненным трудностям, невзгодам. И хорошая психотерапия, консультирование всегда этот уровень тоже подразумевает. Кроме этого, есть еще один уровень. Я бы сказал, что это фундаментальный уровень, это посыл психотерапии и практической психологии. Про это мало кто знает, мало кто думает. Этот уровень – свобода. Когда мы решаем какие-то проблемы, когда мы становимся в целом более адаптивными, мы становимся в целом более свободными от каких-то ограничений. От шаблонов, которые у нас сидят в голове, мешают быть более счастливыми, более успешными, более здоровыми, получить больше опыта в жизни. И эта свобода, она и для кого-то хороша, а для кого-то нет. Потому что это свобода от всего. Свобода от каких-то общепринятых мнений, свобода от каких-то, может быть, уже отживших требований, рамок семейного давления. И в том числе это свобода от консультанта и психотерапевта для того, чтобы человек мог опираться на свои силы.